Мур, привет друзья! С вами Зверько и регулярный выпуск новостей, что нас ждет в патче 1.3.28. Ханзо. Оптимизировали эффекты и описание. Первый навык. КД теперь начинается со старта пожирания, а не окончания. Первый навык под ультой немного изменил форму применения. Изменили изображение набивающихся стаков. Второй навык под ультой. Применение теперь проходит быстрее. Что тут сказать? Подправляют Ханзо. Кадита. Изменили пассивку. Раньше она замедляла автоатаку противнику. Теперь ей добавили исцеление. Каждые 30 секунд активируется пассивка. Когда Кадита получает урон, образуется вокруг нее пузырь, который держится 4 секунды. После схлапывания он исцелит Кадиту на 40% от влетевшего урона. Оракул усиливает эффект, но мне кажется 30 секунд довольно большая перезарядка с учетом малого количества хп магов. Первый навык и второй навык увеличили КД на одну секунду. В совокупности это нерв, притом ощутимый. Жаль. Минситар. Первый навык. Увеличили потребление маны и больше он не дает скорость удара. Второй навык. Бонус ускорения уменьшили. Будет плюс 20%, а не 30. Ульта. Уменьшили бонусный множитель. Теперь предметы добавляют 70%, а не 80% к атаке. Как я и говорил в обзоре, будут нерфить. Эти три героя еще не вышли, а обзоры навыков можете найти на канале. Леоморд. Ранее. Верхом базовые атаки могли хилить, как будто это навык. Убрали эту халяву. Ульта. Увеличили КД на 5 секунд на всех уровнях. Это ощутимый нерф Леоморды на самом деле, но он будет меньше выбиваться по силе от других бойцов. Успевайте наиграться до обновы. Кимми. Первый навык. Уменьшили получаемое исцеление до 40% вместо 100 соответственно. Физический бонус к урону. Теперь 40% физический был 50, а магический будет 50 вместо 60. Ульта. Увеличили КД на 4 секунды на всех уровнях. Уменьшили базовое ХП на 100 единиц. Теперь 2570. И фиксанули очередной бакса стрельбой. Это закономерный нерв Кимми, хотя считаю, что и сейчас прямыми руками убийцы могут ее вырезать. Либо люди с извилистым мозгом догадываются брать Беллирика и она убивается об него. Клауд. У Клауда проблемы с мартышкой, как у Кэрри с прыжком. На этот раз урон Декстера уменьшили до 35%. Было 40%. Похоже, также будут долго гонять из стороны в сторону в поисках баланса. Лейла. Изменили боевые эффекты и оригинальный скин. Нездоровое внимание разработчиков Клэйли, на мой взгляд. Есть куча других героев без скинов и эффектов. А Лукард. Изменят описание скиллов. Это жизненно важная переработка Лукарда. Алиса. Ульта. Теперь получает только 60% от хила из персонажей не героев. Это чтобы как-то справиться с ней под ультой, когда она среди крипов. Поскольку даже антихил не давал гаранта убийства и она сбегала. А на низких рангах, где не подозревают о таких предметах, как антихил, рукастая Алиса порой становилась бессмертной. И к хорошим новостям. Эритель. Повысили скорость начального бега на 10 единиц. Теперь 260 скорости. Способности. Вспышка. Дает больше защиты после прыжка, вплоть до 50 единиц. Казнь. Наносит 10% от потерянных хп, не учитывая щиты чистым уроном. Очищение. КД будет вообще 75 секунд вместо 90. Эмблемы. В эмблемах леса увеличивают урон по мобам до 13. А в эмблемах бойца. У третьего перка после замедления вырастает физическая сила на следующий удар. На этом о геймплейных изменениях все. Подписывайтесь на канал и не пропускайте видео, чтобы не удивляться изменениям. Также отправляйте ссылки друзьям. Ставьте лапки. Всем пока.